Мы ждали и мы дождались перемен. Они запущены в высших эшелонах власти, а значит совсем скоро их почувствует каждый из нас. Они произойдут совсем близко в быту, на прилавках магазинов, на остановках общественного транспорта. Чего нам ждать от перемен в ближайшие 40 минут? Вы смотрите «Время новостей и итоги». Меня зовут Анастасия Плотникова и мы начинаем. Попасть в сети. Южноуральские фермеры требуют разместить их продукцию на прилавках крупных супермаркетов. Мы хотим, чтобы люди не забывали вкус того хлеба, какой он и должен быть. Свежие, натуральные, но торговым сетям продукты местных пищевиков не нужны. Почему в битве за прилавок который год побеждают импортеры? Неспортивное поведение владельцы строящегося гольф-клуба требуют демонтировать поливную трубу соседнего садового товарищества. Если это случится, 860 садовых участков останутся без воды. Как садоводы намерены отстоять свое право на урожай? Табор уходит в гетто. В частном секторе Троицка поселился цыганский клан. Сказали, говорит, наш вокзал будет наш цыганский, вы здесь жить никто не будете. Почему коренные жители и цыгане не могут ужиться и что намерены делать чиновники? Посуда – новая жизнь. Велоспедные цепи, ложки, вилки, ну и пару трубочек. Челябинский сварщик делает из столовых приборов пеликанов. Можно ли превратить креативное увлечение в бизнес? Верят ли в стартап рестораторы? Итак, часто ли вы покупаете продукты со скидками? Уверена, многие из вас наверняка ответят «часто». И то, что жители страны в последнее время стали больше экономить, подтверждают исследования агентства «Рамир». По результатам всероссийского опроса, больше половины россиян приобретают еду исключительно по акциям. Причем, начиная с 2016 года, количество таких людей только увеличивается. Этот, безусловно, негативный тренд в недавнем послании Федеральному собранию отметил и президент Владимир Путин. Низкие доходы в значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Вы это хорошо знаете. Часто даже, когда работают не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Президент подчеркнул, несмотря на то, что темпы роста инфляции снижаются, многие семьи вынуждены жестко экономить. И в этой ситуации помочь людям должна власть. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил южноуральским агрохолдингам в магазинах крупных торговых сетей с 1 февраля снизить цены на продукты. Причем значительно. Региональная скидка должна быть до 30%. Например, если раньше пачка макарон стоила 60 рублей, со скидкой 30% будет стоить чуть больше 40%. Наша совместная инициатива могла бы решить несколько задач. Первая задача – это помочь людям с невысокими доходами. Вторая – сделать более эффективным продвижение продукции региональных производителей. Третья – активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания. И предприниматели вроде бы не против, но есть одно «но». Вы наверняка заметили, на прилавках крупных торговых сетей не так уж и много продукции региональных производителей. Да, есть макароны, каша, молочка, но по сравнению с количеством привозного товара процент продуктов «Мэйден» Южный Урал ничтожно мал. Почему местные фермеры не могут занять полки популярных супермаркетов «Подводные камни битвы за прилавок» – в репортаже Егора Хвисюка. Этот хлеб у нас тоже заварной, с клюквой. Это как наша гордость. Черный, заварной, да еще и с клюквой. Для покупателя экзотика, для предприятия – гордость. Хлеб «Северный» здесь назвали в честь талантливого земляка, писателя Павла Северного. Верхнему фолею его произведения знает каждый школьник. Мечта пекарей – сделать таким же популярным одноименный хлеб. Этот хлеб был разработан у нас совместно с музеем, как раз по заказу музея, к 115-летию Павла Северного. Пекут хлеб по уникальной технологии. На производство одной парки тратится около 20 часов. Все потому, что тесто здесь готовят сами, не используя инструменты, искусственно ускоряющие его созревание. «Мы хотим, чтобы люди не забывали вкус того хлеба, какой он и должен быть, какой он был изначально». Продукция местного хлебозавода была нарасхват до тех пор, пока в Верхнему фолейне открылись супермаркеты федеральных торговых сетей. Не выдержав конкуренции с монстрами рынка, мелкорозничные магазины закрылись. Продажи у фолей хлеба пошли на спад. «Все раньше выпускали за первый сорт только хлеба тонна 300. На данный момент мы выпускаем всего 650-700 килограмм. Люди, которые работают на производстве, зависят от объема производства. Раньше мы работали по 12 часов и был объем. Теперь люди работают по 8 часов и заработная плата на этом фоне у нас уменьшилась». Договориться с крупными игроками рынка и поставить свою продукцию на полки их магазинов практически невозможно. Мелкие производители жалуются, сети предъявляют условия, работать на которые могут только крупные предприятия. Каждую анкету рассматривают несколько департаментов. Если принимается решение о сотрудничестве, специалист компании приглашает поставщика на переговоры и назначает аудит. Производственные площадки. Для «Ашан» нет разницы между крупными и мелкими поставщиками. Требования для всех одни. Для нас важно гарантировать качество всех товаров на полках наших магазинов. О том, что попасть в торговые сети непросто, не понаслышке, знает Динара Муратова. «Бизнесвумер» руководит небольшим сельхозпредприятием в Чебаркульском районе. Занимаются производством молока, сыра, лепят вареники и пельмени. Рассказывают их конкурентное преимущество – натуральность. Используют собственное мясо, картошку и ингредиенты для теста. «В смену цех делают около 700 килограммов вареников. Работает здесь от 12 до 15 человек. При этом в зависимости от навыков один может смену сделать около 100 килограммов». «В общем, я бы разорил бы предприятие». В попытке вывести продажи своего товара на новый уровень, Динара не раз отправляла заявки в разные торговые сети. Однако ни разу положительного ответа не получила. Тогда нашла обходной путь. «Все-таки в сети мы зашли, но зашли через посредников. Уже более трех лет наши вареники присутствуют в сетях «Спар», «Молния», но под маркой «Здравствуй». Если наша цена на вареники 84 рубля, то там наценки две. Наценка посредника и наценка молнии. Поэтому в разы дороже». Подобным способом проблему пытаются решить в Южноуральском МФЦ для предпринимателей. В территории бизнеса помогают малым предпринимателям объединиться в кооперативы и сообща поставлять продукцию в большие магазины. Однако нужный и лучший вариант выхода из ситуации эксперты МФЦ видят совсем в другом. Изменение законодательства в целях увеличения количества представленных на полках товаров, произведенных именно в регионе, именно о малых форм хозяйствования, улучшение условий доступа их в торговые сети, в том числе и связанной с общепонятными причинами. Помочь местным пищевикам попасть в сети намеренный губернатор Челябинской области. На этой неделе Алексей Текслер собрал за столом переговоров фермеров и представителей федерального ритейла. Предложил несколько путей взаимодействия. Мне импонирует тема организации фермерских уголков в магазинах крупных сетевых операторов. Пока это воспринимается как экзотика, но на самом деле имеет хорошую перспективу. Алексей Текслер также предложил ввести так называемую региональную скидку на местную продукцию от 10 до 30 процентов на ту, которая будет продаваться в крупных торговых сетях. Своему заместителю Сергею Сушкову губернатор поручил выступить посредником между федеральными сетями и малыми производителями. По мнению экспертов, торговые сети ставят в приоритет вопрос прибыли и найти условия, подходящие и им, и фермерам, будет крайне непросто. Егор Хвисюк, Надежда Головина, Андрей Ярушев, Павел Головин, ОТВ. Ну, продукт, который дешевеет не только в Челябинской области, в магазинах всех регионов России, это, не удивляйтесь, мясо. Особенно свинина. Цены на нее, по оценкам экспертов, уже поползли вниз. Это, безусловно, положительная для покупателя тенденция сохраниться. В Национальной мясной ассоциации подтверждают. Прежде всего упадет резко стоимость свинины. В опте она будет стоить приблизительно на 25% ниже, чем осенью 2014 года. И потянет за собой мясо птицы. Эти подешевевшие виды мяса не дадут подорожать говядине. По нашему мнению, средние цены в 2020 году на свинину будут на 5-7% ниже, чем в прошлом. И здесь работает закон спроса и предложения. Больше мяса ниже цены. Свинины столько, что впору на экспорт отправлять. А в Челябинской области не только свинины, но и птицы. Южный Урал второй в России по объемам производства курицы. И цены на нее у нас в регионе одни из самых низких в стране. С одной стороны, это должно радовать население страны. С другой стороны, мы видим, оказывается, что сложилась еще одна тенденция, связанная со снижением покупательной способности населения страны. И здесь мы наблюдаем по факту, что расходы на продукты питания, в том числе на мясо, мясные изделия, они сохраняются. А вот по объемам показателей население стало покупать меньше. Рынок реагирует и на это. Эксперты прогнозируют снижение цен не только на курицу и свинину. В этом году дешевле станет и говядина. Другим темам. Гольф. В сознании обывателя игра популярна исключительно среди европейских богачей. Кто бы мог подумать, что в промышленном Челябинске, где традиционно машут скорее хоккейными, нежели клюшками для гольфа, мог разразиться скандал из-за этого элитного вида спорта. Берег озера Шершни, место загородной застройки и садовых товариществ, совершенно неожиданно для местных дачников, здесь вырастает поле для гольфа. И вроде бы все ничего, но владельцы спортцентра заявляют, намерены демонтировать трубу, по которой на садовые участки поступает поливная вода. А значит, дачники, в основном пенсионеры, рискуют остаться без урожая. Неспортивное поведение, законно ли коммерсанты построили гольф-клуб, и как пенсионеры намерены отстаивать свое право на домашние помидоры и огурцы. В репортаже Леонида Клеменчука. Сейчас не здесь не проехать, не со стороны западного. Там коттеджи, там шлагбаумы. Людям нельзя на берег выйти уже. Александр Шевцов охраняет СНТ Заречный. Рассказывает, единственный трубопровод, который обеспечивает дачные участки водой, неожиданно оказался на территории частного гольф-клуба. Эта труба проходит на границе частных владений и коттеджного поселка. Дальше под дорогой к садам. Владельцы гольф-клуба, которые позади меня, планируют демонтировать трубу. Если это случится, 860 садовых участков останутся без воды. Строительство гольф-клуба еще не завершено. Участок и трубу на нем огородили забором. В случае аварии доступа к коммуникациям не будет. Это частная территория. На моих глазах все рубили, пилили. А что? И были митинги, люди как-то что-то возмущались? Ну как возмущались? Ну вот они мне проходят, говорят, ну как сейчас вот? Я говорю, ну как сейчас вот? Ничего не сделаешь, говорю. Кто разрешил? Никто ничего не знает. И действительно, кто и на каких основаниях ведет стройку на берегу Шершневского водохранилища, оказалось тайной, покрытой мраком. Об этом неизвестно ни садоводам, ни СМИ, ни юристам. Правозащитники и экологи считают, что загадочный застройщик нарушил природоохранное законодательство. Возведение объекта идет на прибрежной территории, рядом с питьевым источником Челябинска. Пока мы не можем утверждать, что она полностью безопасна, экологична для населения областного центра. Документов, которые подтверждают, что вся разрешительная документация, все эти риски и вызовы учтены, мы не имеем. Есть ли документы, разрешающие стройку? С этим вопросом правозащитник Виктор Карлов обратился лично к министру экологии Челябинской области Сергею Лихачеву. Полномочия нашего правительства Челябинской области заключается в том, чтобы посмотреть границы и так далее, они не распоряжаются землей. Поэтому все, что мы сейчас говорим, это связано с Москвой. И действительно, судя по публичной кадастровой карте, когда-то эта земля была в собственности Института картофелеводства, а затем отошла Росимуществу. В администрации Сосновского района, на чьей территории находится участок, подтверждают – земля федеральная. В 2007 году застройщик взял ее в аренду. И, по сути, может делать с ней что хочет. Но есть одно «но». Судя по документам, эта земля – сельхозназначение и зона обеспечения научной деятельности. А значит, здесь можно не только выращивать картошку, но и размещать капитальные объекты, научные и опытно-конструкторские центры, инфраструктуру к ним. Спортивный объект в перечень видов разрешенного использования не входит. А гольф-клуб каким объектом считается в итоге? Гольф-клуб, он может считаться рекреацией. Он будет объектом только рекреации. Но этот объект может появиться только когда? Только при внесении корректировок и изменениях в гетоплан. А между тем, в июле 2018 года тогда еще губернатор Борис Дубровский проводил совещание по строительству гольф-клуба возле поселка Западный. Тогда планировалось, что здесь появится поле с 18 лунками и курорт вместимостью до 500 человек. По предварительным расчетам стоимость проекта порядка 150-200 миллионов рублей. Тогда в СМИ опубликовали информацию о том, что инвестором, который готов вложить в объект такие деньги, стала компания Pine Creek Golf Resort. Похожий курорт с гольф-клубом они запустили в Екатеринбурге. Под Челябинском планировали сделать нечто подобное. В первую очередь рассчитанная на детско-юношеский спорт, тренировочная база, так как гольф является олимпийским видом спорта. И задача поставлена, что в течение двух лет сделать тренировочное поле и, соответственно, всю подготовительную базу, то есть саму гольф-академию. Судя по словам Олега Кустикова, запуск состоится уже в этом году. Но почему на пороге открытия не улажены вопросы со статусом земли? Строительством должна была заниматься ООО «Процион» – столичная компания, которая имеет опыт возведения подобных проектов. Мы попытались связаться и с ее руководителем. Компания так и не ответила на наш запрос. После шумихи в СМИ на проблему отреагировали в Россельхознадзоре и пообещали поставить ситуацию, цитата, «на особый контроль». Впрочем, проблему садоводов не решить проверками. Чиновники говорят, владельцам участков в СНТ «Заречный» в любом случае придется договариваться. Ведь земля в законной аренде, а значит, арендатор имеет право потребовать убрать трубопровод с частной территории. Обращаемся к правообладателю земельному участку, к собственнику и решаем вопрос о наложении сервитута, как вариант. Или о переносе трубы в другое место. Тоже вариант. То есть тут уже вопросы решаются хозяйственным. Правда, процесс переговоров может затянуться на месяцы. Тем временем дачный сезон не за горами. Садоводы приедут на участки уже в марте. В пору запасаться ведрами. Леонид Клеменчук, Андрей Ярушев, ОТВ. Еще один немаловажный вопрос. На чем приедут? В Челябинской агломерации готовится транспортная реформа. Главная ее задача сделать так, чтобы рядовой житель добровольно, заметьте, добровольно пересел с личного авто в автобус или троллейбус. Думаете, это невозможно? Чиновники уверены, возможно, все. План есть. Итак, возьмем воображаемого жителя, например, поселка Божова в Копейске, который работает в Челябинске. Ну, например, на ЧТЗ. Чтобы наш герой оставил свою вишневую девятку возле подъезда и поехал на завод в общественном транспорте, нужно, чтобы ему это было выгодно. Копейск. Пригородные поселки Сосновского района и Челябинск объединят в единое транспортное пространство, передвигаться по которому даже с пересадками можно будет по одному билету. Житель поселка Божова, чтобы уехать в город Челябинск, он доезжает вначале, пользуется муниципальным транспортом в городе Копейске, платит определенную сумму, потом пересаживается на межмуниципальный маршрут, доезжает, ну, к примеру, до проспекта Ленина, заплатил еще раз, потом на проспекте Ленина пересаживается снова, чтобы доехать до какой-то точки уже внутри города Челябинска. Вот таким образом он делает три пересадки, у него две оплаты, три оплаты, получается, три оплаты проезда. Мы предлагаем в рамках вот этой модели, где будет бесплатная пересадка на всех видах транспорта в пределах агломерации. То есть купи один билет и полтора часа езди бесплатно. Кроме того, чтобы наш герой добровольно пересел из авто в автобус, нужно, чтобы ему это было удобно. Вместо ржавых пазиков воображаемому жителю Бажова предложат поездку на большом комфортабельном транспорте, да еще и с Wi-Fi. Пойдут большие автобусы, они низкопольные будут, газовые, мы приоритеты даем экологии. Должен быть удобный интервал с тем, чтобы была средняя наполненность автобуса и с тем, чтобы его долго не ждать. Поэтому я говорил уже, если мы убираем три маршрутки с интервалом в две минуты, может быть, это будет, значит, 5-6 минут большой автобус. Ну и финальный аргумент в пользу общественного транспорта, который чиновники приготовили для нашего заядлого автомобилиста. Поездка должна быть быстрой. Автобусы будут ходить по выделенным полосам. Это вам не в пробке 40 минут стоять. Если я на личном автомобиле добираюсь до работы 30-40 минут, а 20-30 минут я доберусь на общественном транспорте, и мне это будет дешевле, с учетом роста стоимости ГСМ, дешевле, чем на личном автомобиле, я выберу, конечно, общественный транспорт. Ну, похоже, рядового автолюбителя из поселка Бажова убедили. Теперь осталось убедить уже не воображаемых, а реальных пассажиров. Транспортную реформу будут готовить год. Проведут анализ пассажиропотоков, бумажную работу с перевозчиками, да еще много чего. Но начать притворять все задуманное в жизнь намерены в следующем году. Как говорят чиновники от транспорта, план есть, маршрут построен. От тех, кто принимает решения, действительно зависят перемены и не только в Челябинской области. На этой неделе стали известны имена людей, которые вошли в состав нового правительства России. И здесь важная деталь. По сравнению с составом, ушедшим в отставку, новый кабинет министров хоть и ненамного, но помолодел. Средний возраст нового кабмина 50 лет. Правительство Дмитрия Медведева было старше на два года. Сейчас самый возрастной глава МИДа Сергей Лавров. В этом году он отметит 70-летний юбилей. А самым младшим в новом составе правительства стал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, которому вот-вот стукнет 39 лет. Лишь на пару дней старше новый министр культуры Ольга Любимова. Еще один 39-летний министр, новый глава Минтруда Антон Котяков. Возраст остальных вице-премьеров и министров от 40 до 60 лет. А вот старые и новые председатели правительства практически ровесники. В сентябре Дмитрию Медведеву исполнилось 54 года. Михаил Мишустин отметит эту дату 3 марта 2020 года. Ну что ж, люди во власти действительно молодеют. И по мнению экспертов, это бесспорно позитивная тенденция. Конкурс лидера России как раз для молодых, перспективных и амбициозных управленцев нового поколения, которым строить новую Россию. На этой неделе в Екатеринбурге стартовал полуфинал всероссийского конкурса третьего по счету. За прошлых два года назначение на высокие посты получили свыше 150 финалистов лидеров России. Среди них двое стали губернаторами, пятеро заместителями федеральных министров. И кто знает, может быть кто-то из числа нынешних конкурсантов войдет в состав следующего правительства. Россия ведь страна возможностей. Какое оно будущее страны, мой коллега Владислав Чухров встретился с конкурсантами. Екатеринбург, отель Хаяр. Здесь собрались молодые лидеры Урала. Присмотритесь. Среди них может быть будущий мэр, губернатор, глава госкорпорации или даже федеральный министр. Эти ребята получили самые высокие баллы в отборочном этапе конкурса лидеры России. И получили приглашение в полуфинал. Здесь проверят их знания в области государственного управления, политики и экономики. А мы попытаемся рассмотреть в них будущих чиновников за короткий срок. Я попытаюсь экстренно создать новый кабинет министров. И проведу собеседование с каждым претендентом на министерское кресло. Вячеслав, давайте пофантазируем, представим, что правительство России вновь распустили и теперь набирают команду молодых управленцев. Какой из министерских кресел вы бы предпочли занять? Я бы, конечно, думал бы о Министерстве высшего образования и науки, либо Министерстве экономического развития Российской Федерации. Что такое проект 5.100? 5.100 – это его название, да, такое сленговое, да, на самом деле это проект про повышение качества образования, которое приведет к росту в рейтингах мировых наших университетов. И, собственно, во многом ректор университета, который участвует хорошо в программе 5.100 Тюменского госуниверситета, стал на днях министром образования высшего. Вячеслав, спасибо, наше собеседование вы прошли. Какое из министерских кресел вы бы могли занять? Я бы, наверное, нашел себя в Министерстве экономики и развития. Тогда такой вопрос. НДС – это косвенный или прямой налог? Ха, хороший вопрос. Знаете, я не могу сейчас ответить, не так подготовлено. Мне больше привлекательна сфера экологии, да, направленная на снижение выбросов в окружающую среду. Ну и у меня не покидают мысли о проекте переработки мусора и всего, что с ним связано. Мусор все-таки лучше сжигать или перерабатывать? Ну, его нужно перерабатывать. Вы приняты в состав нового правительства. Спасибо. Спасибо. Чьё кресло вы бы заняли? Ну, либо руководители правительства, либо, мне интересна сфера, это Министерство промышленности, Министерство экономического развития. А если Министерство экономического развития, НДС – прямой косвенный налог? НДС – это, так, это у нас косвенный налог. Дмитрий, отлично, вы принято. Итак, в нынешнем правительстве 21 кресло. Мы пока нашли претендентов только на три места. И вдруг встретили девушку в интересном положении, и для неё придумали собственное министерство. В таком интересном положении почему вы решили принять участие? Ну, как сказать, конкурс, он же, его сроки не зависят от моего положения. То есть, учитывая, что чувствую себя более-менее нормально, почему бы и нет? Либо экономики, либо туризма. Хотя Министерства туризма на данный момент не существует, но можно бы учредить. Ну, давайте тогда мы специально для вас создаём Министерство туризма, но при условии, что вы найдёте себе замену на время декрета. Отвлекать участников дальше мы не будем. Нам и так понятно, что многие из них хорошо разбираются в своих сферах. Им ещё предстоит пройти ряд тестирований и других конкурсов перед тем, как они попадут в финал. Кстати, 150 участников прошлых лет уже занимают хорошие места в крупных госкорпорациях. А двое из них стали губернаторами. Это глава Ямало-Ненецкого автономного округа и глава Амурской области. А что ждёт участников этого года, покажет время, опыт и их знания. Владислав Чухров, Антон Шмаков, ОТВ. А мы прервёмся на короткую рекламу. Сразу после неё расскажем, почему жители частного сектора в Троицке не могут ужиться с местным табором. Это время новостей. Итоги. А это частный сектор Троицка. На первый взгляд, место ничем не примечательное. Однако в городе его называют не иначе, как цыганским гетто. По словам местных жителей, здесь обосновалось сразу несколько цыганских кланов. С каждым годом таборы становятся всё больше. Цыгане занимают старые дома. Но из-за разности менталитетов и образа жизни, выдержать такое соседство местные жители не могут. Вынуждены бежать. Как живут те, кому бежать некуда? В репортаже Егора Хвисюка. Достучаться до соседей Нина Ткачук не может уже третий год. В небольшом одноэтажном доме на двух хозяев, где живёт пенсионерка, поселилась цыганская семья с детьми. С тех пор, говорит женщина, о свежих ягодах с приусадебного участка пришлось забыть. Дети всё кидают мне в огород. Извините меня. Года два тому назад. Они же всё, не правда это всё. Вот такой котях на лопату и в огород ко мне. У них даже туалета не было. Вот сейчас поставили туалет. Я ей стала говорить, дети всё кидают. Они там металл этот сдают, какие-то вот такие кругляши. А что я рассаду посажу? Она же нежная рассада. Хожу, 12 штук с внуком, с Артёмкой мы собирали. Нина Ткачук рассказывает, неоднократно говорила с неуемными соседями, пыталась наладить добрые отношения. Но всё напрасно. Тогда, пожаловаясь в администрацию Троицка, попросила чиновников провести разъяснительную беседу. Неоднократно принимал попытки разговора с цыганами о добрососедских отношениях. Держать огород в опрятном виде, уврать в ульян, вырубить деревья, поляна. Что в грубой форме, получил ответы. Мол, дом не мой, делать ничего не буду. И вам какое дело до этого всё? Впрочем, чиновники вмешиваться в конфликт соседей не решились. К сожалению, в данной ситуации органы местного самоуправления, администрация города не имеет полномочий для того, чтобы наводить такого рода порядки. Соответственно, порекомендовали обратиться в полицию. В полиции говорят, не раз организовывали проверки в частном секторе. Но хулиганами новых соседей Нины Ткачук стражи порядка не считают. Данная семья характеризуется положительно. На профилактических учетах каких-либо не состоят. А те факты, которые не нашли своего подтверждения, сотрудниками полиции проводились профилактические беседы. Заявление подобных аналогичных на данную семью не было зарегистрировано. Жители Троицка называют частный сектор в районе местного автовокзала цыганским гетто. Селиться здесь рома начали несколько лет назад. Живут легально, чаще всего снимают дома у местных. Еще 3-4 года назад в этом поселке жили только коренные жители. Но, как уверяют местные, ситуация стремительно изменилась. И уже сейчас цыган здесь гораздо больше, чем коренных. Практически каждый третий дом на улице принадлежит им. Мой сын Александр, 8 лет, ходит в первый класс. По улице постоянно битый приходил. Кто? Цыгане. Житель частного сектора Валерий Мазуренко учит сына Сашку давать отпор. Отец мрачно шутит. С такими соседями сын вырастет настоящим мужиком. После школы Сашка приходит с фенгалами, но духом не падает. Вот я вот ударил, вот они меня завалили. Что, много их по что ли? Ну, ну 4 там, ну человек. А у вас двое? Да. Ну, честно же получается. Ну, честно. Вот они меня завалили, ну чуть даже не дай, ну по этой, ну по шее. И как? Ну, потом, ну папа, ну вышел, и вот они, ну все, сбежались. Представители цыганского табора натянутые отношения между жителями частного сектора никак не комментируют. Помимо, ну что сказать, мы хорошо живем. Что, что мирно живете просто и все. Да, мирно живем. Вот знает она соседка, вот знает, серьезно. Спроси у этих, они скажут теперь. Налаживать добрососедские отношения жителям частного сектора все-таки придется. Полиция, администрация, помочь не в силах. Да и полномочиями такими не обладают. Тем временем табор с каждым годом растет. Цыгане заселяют новые дома. Соседям рано или поздно вновь придется выйти на диалог или переехать. Егор Хвисюк, Павел Клементьев, ОТВ. Продолжим выпуск о том, что печатали, писали и постили на уходящей неделе в нашей постоянной рубрике Чухров Ньюс. Итак, знаете ли вы, кто самый популярный в России зарубежный политик? Я подскажу. Он накормил морковкой Стивена Сигала, заставил актеров скапывать землю. А еще он любит картофель. Правильно. По результатам исследования в ЦИОМ, он уже второй год подряд врывается в топ любимых в нашей стране. Экс-премьер Дмитрий Медведев после отставки отписался от аккаунта правительства России в Инстаграм. Новость вроде и забавная, но мы тут покопались и узнали, что на новом посту, а он теперь будет отвечать за безопасность страны, ему просто запрещено пользоваться соцсетями. Сахалинский депутат Александр Болотников прежде чем запрещать СНЮС, предложил коллегам его попробовать. «Купи, пожалуйста, баночку», – сказал он подчиненный. «Дай депутатам попробовать». Я просто поплох. Бизнес в Челябинске – один из самых дешевых по стране. В среднем в городе можно купить готовое предприятие за, внимание, 2 миллиона рублей. Дешевле только в Ульяновске, там миллион триста. Ну что, товарищи, покупаем готовый бизнес и начинаем гребсти миллионы. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Челябинск на 351-м месте самых дорогих городов мира. Жить у нас дороже, чем в Анкаре, Астане и Саратове, но зато дешевле, чем в Касабланке, Уфе и Милане. А больше всего денег нужно в швейцарском Цюрихе. Уж больно дорогая – это Европа. В Челябинске появится свой аквапарк. О его строительстве говорят еще с 90-х годов. И, наконец, мечта горожан, может быть, сбудется в ближайшие пять лет. Об этом заявили в городской администрации. Построить его планируют в Курчатовском районе. Ну что, вдоволь накупаемся? Ныряй. Быстро. Наталья Котова. Вторая. Вторая в рейтинге глав городов Уральского федерального округа. И это всего за несколько месяцев работы. На первом месте глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Но это пока. Надеемся, Наталья Петровна уже к лету обойдет его. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Кстати, недавно Наталья Петровна была замечена на матче волейбольной команды «Динамо Метар». И не одна, а в компании первого зама-губернатора Виктора Мамина. Говорят, кстати, наша железная леди в детстве и сама любила играть в волейбол. А сейчас волейболит нерадивых городских чиновников. Еда станет дешевле. В Челябинской области с 1 февраля снизят цены на продукты региональных производителей до 30%. Такое решение приняли сами агрохолдинги. Губернатор Текслер их поддержал. В Челябинске ищут поросенка Петра. Не настоящего, а плюшевого. Семилетняя девочка Ульяна потеряла любимую игрушку в парке Пушкина. Девочка очень расстроилась из-за утраты близкого друга. Об этом ее мама сообщила в своем аккаунте в Фейсбуке. Давайте поможем ей. Итак, приметы Петра. Маленький розовый поросенок в красном комбинезоне и в крошечной шляпке. Нашедшего просим позвонить к нам в редакцию. История совершенно невероятная. На этой невероятно милой истории я с вами прощаюсь. Во время рекламы возьмите в руки телефон и запишите свое мнение о любой из наших новостей. Выкладывайте в соцсети с хэштегом Чухров Ньюз. До встречи в интернетах. Ну а мы с вами встретимся после короткой рекламы. В финальной части программы о том, чем будем удивлять мы и чем на этой неделе удивили нас. Такого вы еще точно не видели. Дождитесь. Продолжение следует. Причем житель Челябинска использовал старую посуду, пожалуй, самым креативным способом. Моя коллега Маргарита Хижняк увидела то, что получилось, и попыталась понять, как применить это в жизни. 60 вилок и 40 ложек. Челябинский умелец Денис Майер демонстрирует своего нового питомца. Стальной пеликан появился в коллекции мастера две недели назад. Собран он из металлолома и столовых приборов. Идея сделать птицу появилась после генеральной уборки. Нашел старую советскую вешалку. Долго крутил ее в руках. Она была очень сильно похожа на клюв. Причем приплюснутая, как вот пеликан. Принес на работу. Еще покрутил ее в руках. Обработал монетками. Работа закипела. Тут же старая велосипедная цепь превратилась в шею пеликана. Стальные трубки стали телом и ногами. Чтобы придать объем фигуре, Денис приварил изогнутые ложки. А вилки ему показались перьями. Никаких эскизов. Работу мастер делает на глаз. Представляет образ в голове и тут же приваривает детали. Для такой инсталляции обычные вилки и ложки, например, советские, не подойдут. Ну, во-первых, они плохо гнутся. Во-вторых, их просто жалко. В этой работе мастер использовал столовые приборы из тонкой стали. Она более податлива и легче приваривается к каркасу. На создание этой птицы у Дениса ушло 4 дня. Всего в коллекции челябинского сварщика 32 железных инсталляции. Все они в готическом и артхаусном стиле. Здесь и животные, як, слон, кобра из монет. И сказочные персонажи. Горгулий, рыцарь и страж времени. У меня часть работы несет. Мои ручки, ноги шевелятся, голова двигается. Все, что угодно. Денис Майер уже несколько лет работает электросварщиком на заводе. Делает детали для нефтяных скважин и газовых заглушек. Работа сложная и монотонная. Парень всегда хотел творить. Идея сделать первую фигуру появилась в непростой для сварщика период жизни. Потому что нечего было делать на работе. И не было средств на подарок другу. Ну, вот так я решил сделать, что бы делать. То есть подарок своими руками. Ну, да. Адинально красивый, интересный. С тех пор новая фигура у Дениса появляется каждый месяц. Себестоимость работ разная. Например, на этого рыцаря ушло 150 рублей. А вот этот пеликан обошелся в 600. Зарабатывать на своих изделиях – мечта. А вот где бы они пригодились и кому понравились, мастер не знает. Оценить створение челябинского самоучки вызвался владелец одного из ресторанов. Евгений Дизендорф – участник программы «Адская кухня». В своем заведении он и шеф-повар, и дизайнер. Ну, это скорее как-то неаккуратно, мне кажется. Не слишком профессионально сделано, и выглядит это не очень антуражно, так сказать. Ну, более красиво. Если все это сделать, думаю, вполне может достойно смотреться в интерьере, занять свое место в каком-нибудь лофт-баре. Мнение потенциальных покупателей тоже разделилось. Необычно, интересно, почему нет-то, да? Много, да? Мне кажется, это баловство. Если бы у меня позволяли средства, я думаю, в принципе, можно за такую работу заплатить 6 тысяч. Я думаю, мои родители будут против. Почему? Не любят вилки? Нет, мы просто любим минимализм. За 6 тысяч евро такое-то, что мне купило. Рублей-то так не так уж и много, тем более работа ручная, это, скорее всего, сварка. Ну, и плюс она раскрашенная, если там были бы какие-то еще дополнительные элементы, и можно было бы сделать табличку. То есть, например, с днём рождение, с поздравлением. Или там, на кухню, с самой любимой тещей, ну, или еще что-нибудь. Продавать свои изделия самостоятельно Денис Майер не может. Не хватает напора и знаний. Чтобы осуществить свою мечту и делать сказочных персонажей уже профессионально, мастер ищет пиар-менеджера для поиска клиентов и выставок. Правда, пока работать придется за идею. Маргарита Хижняк, Антон Захаревич, ОТВ. А у меня на этом все. Вы смотрели «Время новостей» и итоги. Выпуски программы доступны на сайте 1обл.ру и в социальных сетях. А мы увидимся в следующую субботу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова